Доброе утро! Меня зовут Франческо Спампинато. Я здесь на рынок для покупать продукты для завтрака. Покупай продукты! Ну, в принципе, грудинка хорошая. Ну, половинка там. Да, так. Спасибо. Доброе утро! Я приехал из рынка и сейчас встретил здесь мой друг Том с маленьких сюрприз до Тома. Два маленьких сюрприза. Привет, Том, как дела? Спасибо большое. Я думаю, это сюрприз для всех, что ты не говоришь по-русски. Но я думаю, это не проблема. Там сюрприз, сюрприз, ты не говоришь русский. Да, мне тоже. Том Шрёдер родом из Англии. Приехал в Россию, чтобы изучать иностранные языки. В Екатеринбурге Том преподает в одном из институтов английский язык и осваивает русский. Том тоже есть такой фишка. Он очень любит кофе. Ты любишь кофе? О, да, да. Я думаю, что я фанатичный о кофе. Я буду постараться делать еще маленький сюрприз для Том на кофе. Кроме кофе Франческо приготовит рыбу в беконе. Для этого потребуется свежая вырезка свиной грудки, филе карася, базилик и лавровый лист. В первую очередь нужно посолить рыбу морской солью. Далее положить на филе листья базилика и лаврушки. После чего заворачиваем карася в сырой бекон. Он любит готовить, но он любит больше посмотреть, как другие готовят. Готовить – это может быть немножко скучно, но это не скучно. Если ты делаешь быстро и хорошо, когда уже привыкаешь. Если ты делаешь очень быстро… Я нужна быстрее. Это проблема. Том Шрёдер увлекся немецкой кухней, когда путешествовал по Германии. Национальные блюда настолько его привлекли, что он пошел на кулинарные курсы. Это был драматический опыт, потому что он учился на вот этот курс. И там был такой шеф-повар, который кричал каждые три секунды на один повар, на другой. И он понял, что, в принципе, это обычный стиль для повара. Иногда не хватает адреналина. Ну и надо, чтобы люди чувствовали, что надо быстрее. И начинают кричать – давай, давай! И люди – да-да-да-да. Это… Это наша жизнь. Готовые рулетики обжариваем с обеих сторон около 10-15 минут. Для этого рецепта растительное масло не понадобится, потому что при высокой температуре сырой бекон выделяет достаточно жира, чтобы блюдо не подгорело. Это бекон, эта грудинка будет сохранить немножко рыба. И дело, что запах для базилика, для лаврового листа будет больше на нутри для рыбы. Можно кушать грудинку, можно не кушать, но все равно отдает много. Сюрприз – which one? Какая сюрприза? Это лед, шекер, и это дабл эспрессо. О! О! Мы берем это и делаем такой питок. Это традиция в Италии – это летний кафе, летний эспрессо. Чай. Попробуй. Это для меня? О! Попробуй! Вондефу, вондефу. Хорошо. Мы можем добавить еще немножко стружковой фасоли, стружковой горох, уикен, гринь бензи. Семь гринь. И можно тоже еще немножко помидоры резать, и у нас есть хороший завтрак. Блюдо готово. Дисшит готово. Да, это готово. Да, это готово. Я могу видеть. И, как раз. Попробуй. Попробуй. Все хорошо разгром кажется без Givenchy. К basilики. Попробуй. И это мой. Окей, не волнуйся, возьми. С вами была Францега Спампинато. Готовец с удовольствием. До свидания.